На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Лидеры женского клубного гандбола одержали крупные победы в чемпионате Беларуси. Гомель в гостях разобрался с городничанкой. 40-17 по 5 точных бросков на счету Ирины Дроновой, Натальи Котиной и Екатерины Селицкой. Они самые результативные в составе команды Тома Жачатера. С преимуществом в 23 мяча обыграл своего соперника и главный конкурент Гомеля за золото национального чемпионата столичный БНТУ БелАЗ. Подопечные Константина Шароварова были сильнее Витебчанки. 42-19. Сегодня состоялась жеребьевка первого этапа Кубка Беларуси по гандболу. Женская команда гандбольного клуба Гомель начнет борьбу за трофей на следующем этапе, а вот подопечным Сергея Цыганкова предстоит сражаться за место в финале четырех. Сопернике Гомелю достался столичный Витязь, выступающий во втором дивизионе чемпионата Беларуси. Вторую путевку в решающую стадию турнира оспорят Могилевский Машека и Гродненский Крона. Первые игры первого этапа состоятся 14 декабря. Ответные – 20-го. Завтра стартует третий тур чемпионата Беларуси по мини-футболу. Несомненным украшением игрового уикенда станет Гомельское дерби. На паркете спорткомплекса «Локомотив» встретятся ВРЗ и БЧ, номинальные хозяева площадки и вагоностроители. В турнирной таблице после двух сыгранных туров у соперников по 4 очка. Начнется матч в 17.00. Часом позже в Минске стартует не менее интересное противостояние. Дорожник принимает Витен. Светлогорский ЦКК в субботу отправится в Минск, где сыграет с охраной «Динамо». «Создай историю» стартовал конкурс на разработку талисмана чемпионата мира по хоккею 2021 года. До 18 октября все желающие могут прислать свои работы на адрес, который вы видите на своих экранах. Количество заявок на участие не ограничено. Затем жюри определит победителя и лауреатов конкурса. Победитель получит комплект билетов на две персоны на любые пять игр чемпионата по выбору победителя, а также экскурсию на две персоны по подтрибунным помещениям официальной арены чемпионата перед одной из игр. Участники, занявшие второе и третье место, будут награждены билетами на игры турнира. Кубок Костяковки 2019. Городской турнир по футболу под таким названием прошел в третий раз. За победу боролись семь команд. Фаст, футбольный клуб Батьки, Беларусьнефть Особина, Химик, Гомель Стекло, Гомсельмаш и Колос Ю-21. Матчи за третье место Колос в упорной борьбе победил Фаст, а вот в финальном поединке Гомсельмаш крупно со счетом 4-0 переграл футбольный клуб Батьки и стал обладателем трофея. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.